У першиню подобный семинар собрал батьков, выховальников и специалистов голеной адукации в Житковицком районе. Зараз эстафеты упрымают у Добруши. Мясовым педагогам и социальным работникам саправды ёсчим поделиться с коллегами. На протягу опошних трёх годов усе дети, які застались без батьков, были накерованы у приёмные семьи и замацавалися у их. А кроме того, на запашенный певный опыт по повышении якости выхования. Сегодня задача органов управления образованием районных социально-педагогических центров контролировать деятельность этих семей, выяснять проблемы и самое главное давать ответы на вопросы, как снимать проблемы адаптации, как снимать проблемы, которые связаны с воспитанием детей в замещающей семье. У дитяжем доме семейного типа Добрушского района проживает 9 детей. Каждый из них по разных причинах застался без батьков, и для того, чтобы минимизовать тяжкую страту, их на выхование узела семья шедовых, які уже мели дорослых сына и до школ. А лишь и гэтых ребят инакш як родными не называют. Выховывать одночасово 9 неполнолетних детей – задача неспростых, однако на клопоты никто не скаржится. Для батьков головное – заробить детей счастливыми, за всё дышуть у доме смех. Для этого яны широ делятся теплынёй своей души. Мы очень, во-первых, долго шли к этому. Лет 5, наверное, это чисто реклама, чисто желание помочь какому-то ребёнку. Потом, значит, очень долго. Если меня сейчас спрашивают, вот сегодня вот решила взять ребёнка, да, и завтра уже нет, говорю, так нельзя, надо созреть. Самое главное – это образование. Я вот их маструю, чтобы они учились, потому что без учёбы нет будущего. В Гомельской области зараз каля 4,5 тысяч детей-сирот. Больше за 80% з них выховываются у приёмных и опекунских семьях, домах семейного типу. Приоритетная задача – знайсти тепло и утульность домашнего очага для кожного. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отель радиокомпания «Гомель», Добружский район.